К другим темам. Сегодня президент поздравил с профессиональным праздником всех учителей. Владимир Путин отметил, государство и впредь будет делать все для повышения статуса учителя и укрепления социальных гарантий. А в эти минуты в государственном Кремлевском дворце проходит церемония награждения учитель года 2018. Из пяти финалистов выбрали одного. Именно он и получил главный приз хрустального пеликана. С подробностями Наталья Юрьева. Фото на память. Кремль сегодня во власти учителей со всех уголков страны. От Калининграда до Владивостока. Учитель физкультуры из Брянской области призналась, в Москве ей пригодились собственные же уроки. У нас было очень мало времени, к сожалению, всего полтора часа. Но бегом мы побегали. Когда встретились со своими коллегами, они сказали, вот мы поели бургерово. Мы говорим, а мы не успели, мы побегали по Москве. На праздник в государственный Кремлевский дворец. На финал конкурса учитель года пригласили лучших из лучших. Конечно же, все хотят сфотографироваться с эмблемой конкурса. Пеликан, который кормит птенцов, как символ любви и заботы. Пища имеется в виду духовная. Те знания, которые дают нам учителя и которые помогают нам потом всю жизнь. В этом году на звание «Учитель года» претендовали 85 учителей из полутора миллионов. Во второй этап вышли 15 претендентов. С таким высоким результатом их поздравил Владимир Путин. Во время встречи в Санкт-Петербурге по традиции второй тур конкурса проходит в городе победителя прошлого года. Там же определили пятерку лучших. Ими стали учителя истории Григорий Назаров из Московской области, Илья Казанцев из Псковской, учитель общества знания и права Алихан Динаев из Чечни, учитель информатики Игнат Игнатов из Москвы и учитель химии Юрий Клюев из Брянской области. Финал получился мужской и самый молодой за всю историю. Средний возраст участников 35 лет. Алихан Динаев из Чечни все время конкурса был на видеосвязи со своими учениками. «Спасибо за поддержку. Я чувствовал ее каждый день. Видел ваши видео, сообщения. Очень рад вас видеть. Безумно соскучился. Через несколько дней приеду, и мы с вами снова продолжим наши занятия. Будем учить общество знания. Договорились?» Алихан Младеевич, он не чувствуется как обычный учитель. Он больше как друг чувствуется. «Ты хочешь отвечать, у тебя есть желание отвечать, и ты считаешь, что это твой урок, что Алихан Младеевич дает тебе знания, а ты их поглощаешь и с удовольствием поглощаешь. Также, например, у него шутки прямо в тему». Конкурс проходит уже в 29-й раз. С годами многое поменялось. Уверен победитель 1994 года. Но самое главное осталось неизменным. «Это очень неуспокоенные люди. Это люди ищущие. Это люди, которые стараются, чтобы их ученики действительно приходили в школу с удовольствием и уходили оттуда с тем багажом, который сегодня от них требует времени». С праздником всех учителей поздравила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и рассказала о новом национальном проекте образования. «Мы продолжим строить новые школы. Только за последний период времени, благодаря финансовой поддержке из федерального бюджета, построено 116 тысяч новых школьных мест. Я хочу сказать, что с 1 января 2019 года обретет новую жизнь новый национальный проект образования. На эти цели дополнительно будет направлено 747 миллиардов рублей, и из них 252 миллиарда пойдет на нашу школу». Интригу дня держали до последнего в конце праздничного концерта. Имя победителя объявили министр просвещения Ольга Васильева и председатель жюри ректор МГУ Виктор Садовничий. Учителем 2018 года стал тот самый учитель общества знаний и права Алихан Динаев из Чечни. Победу он посвятил своим ученикам. «Я решил стать учителем по многим причинам, в том числе потому, что в нашей семье это традиция, хорошая традиция. Учитель уже в четвертом поколении. Моя мама, дедушка и прадедушка работали учителями. Во-вторых, потому что работать учителем – это замечательно. Мы общаемся с детьми, мы можем внести вклад в развитие общества, в будущее нашей страны. И это возможность сделать что-то полезное для себя, для общества и для государства». Уже завтра многие учителя вернутся домой к своим любимым ученикам, которые очень верили в их победу, но еще больше ждали возвращения. Наталья Юрьева, Дмитрий Кочурин, Александр Исаев, Юлия Гамаева и Сергей Филиппов. Первый канал.